Продолжение следует... Завтра будет последний день, я и завтра тоже здесь буду, так что я надеюсь. В итоге с трех дней получится. Вот он, вот он, Лёбушка поехал. На красном Ситроенчике, ну красный с белым. Второй номер, Себастьян Лёб. Режим супертуризм. Просто ля-ля. Ох, там только что развернуло его. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Уже Лёв победил, насколько я понял, и сейчас вот на этом стендике должны поздравлять, становиться на подиум. Ждём. И мы победим. Ну вот он, он стоит на первом месте. Очередная победа уже, наверное, не знаю сколько сотни на первое место играет Гимн в России. Спасибо. 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 Я это не знаю, это не знаю, и я не знаю, это не знаю, это не знаю, это не знаю. Я не знаю, я не знаю. Вот здесь выгнали, поставили поближе эти тачки, которые вчера мы видели, когда они квалифицировались. Вон Ламба стоит, Аудюхи, ну все те, которые вчера Бентли, что дальше? GT3 и GT4, насколько я понимаю. Сегодня здесь гораздо больше людей, соответственно, больше всего остального. Вот, смотрите, новый корветик стоит. Вчера его здесь не было. Довольно красивенький. Номера хорошие. Три семерочки. Не, ну красивая тачка. Здесь еще целый ряд различных суперкаров. Вообще здесь всего-всего гораздо больше. Но для меня самое главное найти Люба. Есть у меня одно желание. Если я пока не буду говорить специально. Если оно, если получится его совершить это действие, то тогда вы уже сами увидите. Пока заранее не буду говорить. Но мне нужно его найти. И как-то выцепить, поймать. Я не знаю. Будем пытаться. Ну вот это вот тоже одна из моих слабостей. Раньше я вообще без этих машин балдеть не мог. От транспорта. Вот она. Мустанг. Америка. Старая причем Америка. Хотя новая тоже интересная. Но этот, конечно, это лялька. Америка. Америка. Компley. Америка. 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 Товерина. Америка. Продолжение следует... Понятно, что уже это может быть не очень современно, но, блин, это классика. Все равно эти формы, они прикалывают. Они, не знаю, что-то в них есть такое. Ну, вот Viper тоже здесь стоит, тоже довольно-таки знаменитый дырчик. Да много здесь, конечно, таких элитных тачек. А вот это, кстати, вы видите, висит реношка. Ее кто-то выиграть может. То есть все, кто покупает билеты, они могут потом участвовать в розыгрыше. И они выиграют эту машину. Кстати, Диппенаж поехал. Вот ее так повесили. Повыше, чтобы все видели. Можно выиграть. Я, в принципе, тоже поучаствую, конечно. Не факт, что я смогу ее выиграть, но поучаствую. Мало ли, знаете ли, всякое бывает. Поехали. 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 Так, ну что я вам хочу сказать То, о чем я вчера не сказал Тупил, глупил, знать не знал Что вообще происходит Ну да, действительно, я признавался вчера еще Что я в WRC Я еще более-менее соображаю Остальные режимы, блин Мало, мало, я с ними знаком Но интернет Сила великая Я вчера изучил Вопрос более-менее Могу вам рассказать, вот сейчас то, на что вы сейчас смотрите Это Миджет Миджет машинки 2.0 Миджет 2.0 называется Как это правильно, режим, не режим Слушайте, они шлифуют Даже при трех, смотрите, что творится Он сейчас прокручивается, колесо шлифует Он едет 3 километра в час И колесо шлифует Обалдеть, можно просто Дури там Слушайте, ладно Нет, кстати, дури в них не так уж и много В этих конкретиях Почему я сейчас вам скажу Миджет 2.0 В общем, придумал это француз Жан... Жан... Жак... Вот имя я как раз забыл Жан-Жак Тетери Или что-то в этом духе Ну, если сильно нужно имя Посмотрите в интернете И придумал он их в 2007 году Эти машинки Они очень дешевые То есть по меркам Вообще автоспорта Они около 40 тысяч всего лишь стоят То есть это, ну Очень-очень доступный Такой, скажем Автомобиль для спорта И поэтому этот вид Стал довольно популярен Быстро стал набирать популярность Сначала там был, по-моему, 1.6 Теперь Миджет 2.0 Они весят всего 750 килограмм То есть вся начинка Это одна и та же машина Там двигатель Рено, по-моему Рено F Что-то там такое Сверху просто ставятся Вот эти стеклопластик Сверху Как в виде В виде разных там марок BMW, Audi, Citroen Вот Лёб сегодня ездил Вот Citroen Под Citroen у него была машинка Естественно Он давно с Citroen И я думаю, еще не скоро Им будет изменять И вот эта машина Весит Весит всего 750 килограмм Стоит всего 40 тысяч Ну, примерно, конечно Там, наверное, кто-то что-то Какие-то навороты есть Доп-опции и тому подобное Но, тем не менее Вот столько они стоят И что? Ну, наверное Наверное, это и все Я вам рассказал То есть снимается у них Эта крышка У всех там Под этими крышками Стеклопластиковыми Все одинаково Лёб вот поучаствовал Тоже со своей командой Себастьян Лёб Тим Он поучаствовал уже По-моему, второй раз Он здесь Многоронная на этом В этой категории катается Второй раз уже побеждает Если я не ошибаюсь И Ну и что? И прикольно Прикольно То есть вот они Вот они здесь все стоят Видите, у них снят Ну, я вчера уже снимал Хотя я вчера просто Не сильно понимал Что там и как Но Вот они стоят Пластики эти сверху сняты Вот только сзади у него Стопарики светятся Все остальное, видите, нарисовано То есть и стопарики Сами нарисованы Просто там дырки Про реальный свет Прокручены И вот они Эти пластиковые Очень лёгкие Эти детали Очень легко Заменяются Очень Дешёвые В принципе По стоимости Интересный Интересный вид Такой Для тех, кто Кто мечтает Стать Пилотом Но не особо Есть деньги Не особо Нашёл спонсоров То в принципе Это такой Более реальный Способ Вот они, видите Всё у всех снято По сути Там и верхний снимается Там практически Такой каркас Идёт И на нём уже Навешаны Запчасти Всё очень быстро Демонтируется Монтируется Российская команда Я вам тоже Вчера её показывал Там грузовики Их стояли Российская команда Сейчас я вам найду Тут они были Недалеко По-моему Вот в той стороне Да Арктик Тим Вон они Россияне У них, кстати На мой взгляд Ну, конечно Не хочу никого Обижать Но на мой взгляд Самые некрасивые Выбрали они Под Бугатти Ну Под Бугатти В таких размерах В такой форме Смотрится так себе Ну, видимо Так, вот она Арктика Энерджи Команда Российская Вот начиночку Давайте поближе Посмотрим А вон она Вон она Кстати Как же я мог пропустить Вон же Лёбовский Болит стоит Надо же его тоже Обязательно Просто Вот она Главная Лялька Главная Приглавная Номер 2 Лёбовская Машина Не знаю Мне она кажется Даже красивее Это наверное Такое предвзятное Отношение Но мне она кажется Даже на вид Красивее Посмотрите У него еще Ни у кого Вот этих вот Таких ребрышек Нет вот внизу Еще дополнительных Хотя нет Вот у Бахи есть Не, вру Вру есть Это я уже хочу Просто Зато смотрите Вставку Citroёn Сделали такую Под металлик Что прикольно Бомба конечно Вот если бы сейчас Лёб еще здесь Пришел бы Было бы совсем хорошо Так Ну что же Я надеюсь Я чуть-чуть Реабилитировался В ваших глазах Вчера я совсем Ерунду всякую Рассказывал Ну просто потому Что я не знал Сегодня вот Чуть-чуть Хотя бы информации Правильной Хотя наверняка Может опять ошибся В чем-нибудь Но все же Постарался По крайней мере Попробую себя Хоть на фоне Лёбовской Машины снять А это я так понимаю Не рекламируют Уже новый Может быть Какой-то Вот здесь Я уже не буду Наверняка утверждать Миджет оффроуд Я так думаю Они новый Какой-то Класс Хотят Внедрить Оффроуд Ну такая Интересная Точунька Наверняка Тоже Недорого стоит Все открытое Ну видите Конструкция Простая Ну как простая Минимализированная Такая То есть Всего очень мало Все только то Что нужно Очень легкая Из-за этого машины Вот вы видите Кстати После аварии Как выглядит То есть реально Стеклопластик Волокно Внутри Ну и Обычные Наклейки Видите Как разорвало Но это уже Не подлежит Восстановлению Я так понимаю Это Сменная штука Которая Если при таком При таком При таком Разбитии Это все Это уже В мусор Перерабатываемый Быстрее всего Так Сейчас Время обеда Наступает Все хавать Начинают Никто Ничего Интересного Не показывает Давайте подойдем Туда Хоть рядом с машинками Мы все-таки На гонг Здесь вот Прямо совсем близко Мы будем Давайте посмотрим Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok